Перепады температуры в сочетании с большим количеством осадков могут сказаться не только на самочувствии людей, но и на состоянии техники. Некоторое оснащение в автобусах таких погодных качелей не выдерживает, и какие-то элементы систем выходят из строя. Также в автотранспортном предприятии, занимающемся перевозками по муниципальным маршрутам, рассказали, основной подвижной состав представлен автобусами, которые работают более 7 лет, и сейчас необходимость в ремонте возникает куда чаще. По состоянию на утро 1 февраля 97 единиц транспорта стоят на ремонте. Какие-то автобусы выходят из ремзоны быстро, а какие-то требуют серьезных работ. Чтобы все неполадки устранять быстрее, из Московской области и Ярославля в помощь самарскому предприятию прибыла бригада из 15 человек. В общей сложности сейчас количество слесарей увеличено до 29 человек, из которых сформированы 3 бригады. Работы в ремонтной зоне уже усилены. Они продолжаются в круглосуточном режиме. В ближайшее время отремонтировать и выпустить на линию планируется еще 38 автобусов. Их направят на самые востребованные маршруты. Ремонт сложно, конечно. Тормоза у нас непосредственно и по двигателям тоже. Работы полно. Поэтому нас вызвали на помощь нашим коллегам помочь. У меня 15 человек, и мы за неделю, я думаю, мы справимся. Специалисты также отмечают автобусы российских марок, либо белорусские, но у них есть и импортное оснащение. В частности, немецкого производства. В нынешних условиях поставка импортных запчастей проблематична. В ближайшие дни прибудут китайские детали, заказанные в декабре, и ремонт ускорится. Усиление ремонтного цеха – одна из мер, которые применяют на автобусном предприятии, чтобы транспорт выходил в рейс по расписанию в нормативном количестве. Бывает, что поломка может застигнуть автобус в пути, и тогда стараются направлять автобусы на подмену. При этом самые популярные маршруты, а также те, что ведут к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, на особом контроле. Сотрудники отрасли отдельно просили городскую власть наладить транспортное сообщение, чтобы рабочие нормально добирались на общественном транспорте, до заводов и обратно домой. По самым проблемным маршрутам, как бы тяжело ни было, мы сейчас держим стопроцентный выпуск и водителей, и кондукторов, и транспортных средств. На 47-м году в автобусе по реестру 30 машин должно работать, работает 30 машин. В полном объеме на линию сегодня выходят автобусы и третьего, и тринадцатого маршрутов. Во многом этому способствовал переход на новые нетоконтракты, когда оплата перевозчику напрямую зависит от количества рейсов согласно утвержденному расписанию. А устаревающие машины планируют постепенно заменять новыми. Сейчас мы входим в разные программы, нам очень сильно помогает губернатор, поэтому ждем новый подвижной состав, готовы его брать в лизинг, оплачивать и радовать наших горожан новой техникой и нашей результативностью в нашей работе. Эти и другие вопросы работы общественного транспорта в Самаре обсудили на совещании с представителями городского профильного департамента и перевозчиком. На встрече еще раз проговорили и задачи, которые были поставлены накануне городской прокуратурой. В ближайшее время выпуск подвижного состава незаметно улучшится. На основных маршрутах, которые обслуживают особенно предприятия ОПК, это 47-38, выпуск уже в нормативе. Чтобы пассажирам было удобнее пользоваться общественным транспортом, усилили работы и в ремонтных цехах ДПО муниципального предприятия трамвайно-троллейбусное управление. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.